В этом мастер-классе мы научимся делать настил, работать с шелковым бархатом, и я поделюсь своим новым способом крепления застежки. Оставайтесь со мной, будет много интересного. Для работы нам понадобятся такие материалы. Шелковый бархат, он очень красиво блестит, 7 на 7 сантиметров. Можно взять и любую другую ткань, подходящую для вашего дизайна. В качестве настила буду использовать синтепон, небольшой кусочек нужен будет. Цилиндрический бисер 11 размера, такого клубничного цвета, рубка 11 размера, зеленого цвета, круглый бисер 11 размера и бусины рандели примерно 2 на 3 миллиметра. Также пайетки чаша изумрудного цвета 5 миллиметров. Вышивать будем на моделируемом фетре, сама основа для броши, иглы для бисера, швейные нитки и леска. А здесь у меня 0,18 миллиметров. Вот такая изнанка. Я люблю контрасты, поэтому я взяла кожу зеленого цвета. Также понадобится клей и акварельная бумага. Эскиз клубнички можно будет скачать в описании к этому видео. Перенесла эскиз на кальку. Так как я уже делала такую, я буду делать зеркальную клубничку. Вот так. Дальше мы переводим на кальку саму ягодку. Так, чтобы размером она была на миллиметра 2 меньше внешнего контура. Далее вырезаем такую же деталь из акварельной бумаги. Можно взять и тонкий картон. Главное, чтобы хорошо прокалывался иглами. Так как я буду делать зеркальную, то с этой стороны у меня будет бархат. Здесь я себе отметила, где будет бархат. Далее мы вырезаем настил из синтепона. То есть первая деталь у нас должна быть почти такого же размера. Вторая деталь на 5 миллиметров меньше. И третья еще меньше на 5 миллиметров. Здесь я уже ее обозначила. Вырезаем сначала такую, а потом будем ее уменьшать. Примерно на 5 миллиметров. Конечно, это делается на глаз. Примерим. Так, отлично. Теперь берем клей и начинаем приклеивать настил от меньшей детали к большей для того, чтобы создать покатую форму. Клея нужно совсем немножко. Мы это делаем для того, чтобы просто закрепить синтепон. Приклеиваем по центру. Наносим совсем немного клея. Так, чтобы он зацепился. Так, вторая деталь. Так, это вот так. Прижимаем. И чуть-чуть совсем клея. Так. И третья. Вот так. Приклеили, прижали. Дадим немного подсохнуть. А тем временем перенесем рисунок на фетр. Здесь я его вырежу. Далее берем ниточку в два сложивания. На ней уже есть узелок. И будем обтягивать нашу основу. Для этого сделаем стежки от края примерно в 5 мм. Обычные стежки. Шов вперед иголка. Далее накладываем бархат на нашу основу. И стягиваем. Вот что мы получаем. Здесь стягиваем получше. Вот. И, конечно, для того, чтобы стянуть и обтянуть форму лучше, мы не боимся этой толщины. Ничего страшного. Мы вот такими крупными стежками подтягиваем бархат. Ягодка обтянута. Так она выглядит. И теперь мы будем ее пришивать к фетру. Здесь можно капнуть немного клея, приклеить. Но так как она не ерзает, можно просто прижать аккуратно пальцем. Но очень аккуратно, так как шелковый бархат очень нежная ткань. Берем леску. На леске уже есть взялок. И закрепляем леску на основе. Делаем несколько стежков закрепляющих. Парочку будет достаточно. Выводим иголочку рядом. И направляем иголку таким образом, чтобы стежок был перпендикулярен. Захватывая бархат. Вот таким вот образом. Здесь мы можем прокалывать столько бархат, либо и цеплять саму бумагу. Здесь это не столь важно. Здесь делаем стежки через 1 см. Вот. Пройдемся по второму кругу, делая стежки уже между сделанными стежками. Теперь приступаем к вышивке листика. Я начну отсюда. Здесь можно пришивать бисер по 2 штуки, либо по одной. Сначала покажу, как по 2. Берем 2 бисеринки. Отступаем расстояние, равное этим бисеринкам. Пришиваем. Выводим иголочку между ними. Проходим через последнюю. Таким образом. Либо пришивать по 1. Как вам больше понравится. Берем 1. Пришиваем. Выходим перед ней. И проходим через нее. В случае пришивания 1 бисеринке, контур получается более ровным. Вот. Подойдя к бархату, мы вышиваем совершенно так же. Рисовать здесь не будем, для того, чтобы не испортить его. Но стараемся повторить эти линии. Вот так. Да? То есть мы шьем, опираясь на эскиз. Здесь не обязательно сделать точно такие же линии. Если не получится точно. Но у нас творческая работа. Поэтому вышиваем так же. Здесь линия пойдет вниз. Контур листиков вышит. И здесь мы немного дорисуем. Вот таким вот образом. Вот сюда пойдет линия. И вот так. Вот такими лучами пойдут линии. И вышьем так же этим же зеленым бисером. Далее мы будем пришивать пайетки. Они пайетки чаши. Они очень блестят и красиво смотрятся. Если посмотреть на образец, то вот когда брошечка сидит на одежде, мы видим, что пайетки, они как бы смотрят вниз. Они очень блестят и достигается такой классный эффект, когда они смотрят в одном направлении. Хотя направление можно менять и от этого эффект будет другой. Но вот здесь я буду пришивать пайетки на эту сторону. Выводим леску на расстояние 2 мм от бисера. Набираем пайетку вот так. Вот. Набрали. И входим прямо рядом с бисером. Вот так она укладывается на бисер. Подтягиваем. Отступаем примерно 2 мм от этого стежка. Снова набираем пайетку и пришиваем. Опять входим близко к бисеру. Подтягиваем. Вот таким образом. Каждая следующая пайетка укладывается на предыдущую. Здесь я случайно пришила 2. В этом случае я одну просто отрезала. Пайетки пришиты. Вот так это выглядит. И далее мы будем заполнять пространство бисером. Здесь я буду располагать такими параллельными рядочками, чтобы выдержать строение стебелька. Также беру 2 бисеринки. Пришиваю. Вывожу иголку между ними. Прохожу через последнюю. Подтягиваю. Сделаем еще рядочек. Здесь осталась совсем небольшая пустота. И поэтому я сделаю так. Набираю одну бисеринку и вхожу в отверстие пайетки. Так, вот таким образом. В саму пайетку входим. И таким образом мы покрываем часть пайетки. Создается фактура и объем. Вот так подтягиваем. Набираем бисеринку и входим в пайетку. Вот так. Так можно пришивать, когда остается немного места. Или просто для объема. Для такого эффекта. Бисеринку и входим в центр пайетки. Вот так. Я думаю, этого достаточно. Следующую часть мы вышиваем по такому же принципу. То есть пайетки располагаем вниз. И соответственно, для удобства я разворачиваю кубничку и пришиваю пайетки, укладывая вот сюда. Здесь ряд пайеток пришит. И бисеринку мы заполнять будем таким образом. Набираем две бисеринки. В вашем случае это может быть любое другое количество. Две или три. Здесь я возьму две. И вхожу в отверстие пайетки. Вот таким вот образом. Вот так. Подтягиваем. Листочек оформлен. Очень красиво получился. А теперь приступаем к зернам. Выводим иголочку. Набираем бисеринку. Отступаем два миллиметра. И пришиваем. Здесь мы можем опираться на эскизы. Либо пришивать так, как вам больше нравится. Конечно, лучше располагать их, имитируя настоящие зернышки. То есть цилиндрический бисер мы располагаем вот так. Как будто он смотрит вверх. Зернышки пришиты. И теперь мы вышиваем контур бусинами-ранделями. Здесь пришиваем по одной. Набираем одну бусинку. Пришиваем. Выходим перед ней. Проходим через нее. Так как бусины-рандели могут рвать леску. Для прочности мы пройдемся через все бусинки еще раз. Вводим иголочку перед первой. Я поверну вышивку. И проходимся через все бусинки. Немного подтянем. Только не очень сильно. На этом вышивка наша готова. Вот такая клубничка у нас получилась. И теперь нам нужно закрепить леску на изнанке. Я цепляюсь, как обычно, за какой-то стежок. Делаю несколько накидов. Подтягиваю леску. Можно сделать еще раз. Так как леска у меня здесь длинная. Я ее не буду отрезать. Она у меня будет для заделки края. Теперь нам нужно вырезать лишний фетр. Придерживаем ниточку, если у вас есть. Чтобы ее не отрезать. И начинаем срезать фетр. Здесь нужно будет срезать вот таким образом. Чтобы ножницы шли рядом-рядом за бусинками. Посмотрите, здесь может быть плохо видно. Но здесь еще остается около 2 миллиметров до шва. Срезаем очень аккуратно, не спеша. Чтобы не срезать нити, которыми мы вышивали. Обводим нашу клубничку на бумаге для акварели. Здесь я не беру картон, так как фетр моделируемый. Он и так плотный. И плотности этой бумаги нам хватает. Обводим контур на 2 миллиметра меньше. Проверяем. Теперь мы размещаем застежку для броши. То есть мы намечаем, где она будет находиться. Где нам нужно будет сделать отверстия. Вот карандашом наметила отверстия. Вот такие будем вырезать. Проверим расположение. Все ли здесь хорошо умещается. Да, все хорошо. Далее возьмем кусочек кожи. Наметим с припуском. И аккуратно закрасим эти отверстия, чтобы их вырезать. И расположить там основу. Располагаем основу в бумаге. Расположили и приклеим. Далее располагаем в коже. И также приклеим. После этого мы будем клеить на нашу вышивку. И теперь совмещаем бумагу с вышивкой. Вот таким образом. Немного прижимаем. Подержим. И дадим высохнуть. Изнанка подсохла. И срезаем лишнюю кожу. Также обращаем внимание на леску, которая входит между слоями. Поддерживаем ее, чтобы не срезать. Заделывать край будем американскими способами. Для этого сначала закрепим леску. То есть мы прокалываем два слоя. Вот так проходим. Накидываем петельку. И подтягиваем ниточку. Все. Ниточку закрепили. Далее мы набираем только сначала две бисеринки. Отступаем расстояние, равное одной бисеринке. То есть около двух миллиметров. Подтягиваем. Выходим через последнюю. Вот таким образом. Проходим через нее. Подтягиваем. Она ложится. Отверстие кверху. Подтянули. Далее всегда набираем по одной бисеринке. Набрали одну. Прокалываем два слоя. Подтягиваем. Проходим через нее вот так вверх. Подтянули. Снова набираем одну. Проходим два слоя. Входим в бисеринку вот так вверх. Подтягиваем. Здесь начинается уже клубничный цвет. Берем другой цвет. То есть листочек мы оформим зеленым, а листик клубничным. Бисером. И пряча нить мы можем зацепить за ниточку, которую мы тут вышивали. Вот эту за эту леску. Накинуть парочку накидов. Подтянуть. И пройтись через бисер. Здесь этот узелок спрячется в бисеринке. То есть мы подтянем, и его не будет видно. Но узелок там есть. Дальше я не буду проходить через бисеринки. Я сделаю вот что. Я нырну иглой в саму вышивку. То есть я пройдусь между слоями. Вот так. Вот она у меня здесь выходит. Нужно просто вот так пройтись. И она где-то выйдет. Где же она выйдет? Вот она вышла здесь. Вот. Видите? Она вышла. Я ее подтягиваю. Здесь ее нужно натянуть сильно. И при натяжении отрезаем ее близко-близко. Таким образом. Из-за того, что мы ее натянули, она немножко спружинится и спрячется в самой вышивке. Вот такая чудесная, прекрасная, блестящая клубничка у нас получилась. Она очень яркая, необычная. Не такая, как у всех. Такой неправильной формы. Да и в природе она бывает не идеальной. Я вышивала две клубнички. Они у меня получились немного разные. Это меньше, это больше по размеру. В любом случае, я вас поздравляю с полученными знаниями. Очень надеюсь, что они вам пригодятся. Вы сделаете свои клубнички. И ставьте лайки, пишите комментарии. Очень буду рада общению. И до новых встреч в мастер-классах.